Павел сам отправился в это путешествие по другому миру. Помнишь, где-то километров 80 осталось. Вон дождь льет столбом прямо из тучи. Весна уже вовсю, снег сошел. Красота. Мы жмем. Володя рулит. Я начал сначала помогать первым этого ополченца. Ополченцы, те ребята, которые оставили свои семьи и пошли выполнять боевые задачи, отстаивая свою родную землю, землю Донбасса. Это все шахтеры. И веду разговор, что вся помощь, которая была в первую очередь сделана от чистого сердца, это первые наши сборы, это первое то, что когда постучали в колокола, попросили помощи. Вот все, что было у нас в семье, у каждого, мы собрали, вытащили из семьи для того, чтобы поехать приобрести и отвезти этим мальчишкам. Я давно собирался туда поехать. Я думал об этом, выбирал и разные варианты. И в какой-то момент это очень быстро все определилось. Я переговорил с Владимиром Писаченко. Плюс уже возникла необходимость по личным каким-то каналам моим, среди друзей, товарищей, которые там служат в разных частях ЛНР. Плюс по клубу жен мобилизованных нашему, да, который наш тыл называется, сегодня уже появились тоже необходимости съездить и передать лично что-то бойцам. Встретили первых наших бойцов. Сейчас будем загружать гуманитарку, которую мы собрали для них и адресно привезли. Когда ты первый раз едешь, ты едешь с внутренним настроем, что ты везешь груз, который нужен твоим братьям. Первый раз, а это могут быть и не только братья, это могут и детишки Донбасса, вот мы возили в Донецк, да, и в больницу Мариуполя, да. Но сейчас, спустя год, я могу сказать, ты едешь, ты едешь в свою семью. Я хотел, как сказать, поучаствовать в этом лично, да, то есть, чтобы не через призму, там, экранов или интернет каких-то, историй понять это, да, как-то или через призму газета, а чтобы это было на живую, да. Потому что любую историю, чтобы в нее проникнуть и прочувствовать и понять, как она на самом деле, только можно, когда ты с ней соприкоснешься. На Донбасс руководитель боевого братства в Ленинском городском округе Владимир Писаченко приезжает два раза в месяц. Гуманитарную помощь жители собирают всем миром. Равнодушных в этом вопросе нет, да и быть не может. Большой вклад в эту работу внесли лично глава округа, представители депутатского корпуса и предприниматели муниципалитета. Благодарю за помощь всех, что не забывают. Спасибо всем, кто меня знает. Всем привет администрации, городу. Всех благ. Победа будет за нами. Порой спрашивают народ, да, чем мы можем быть полезны. Ну, сказать, что нужен квадрокоптер, многие не поймут, потому что это глаза бойца. Сказать, что нужны радиостанции, это уши бойца. Ночные прицелы, которые ребята ночью смотрят периметр и воюют с врагом, с ДРГшками, тоже многие не поймут. Вот достучаться до людей, я говорю, да помогите, кто чем может. Вот кто-то продукты несет, кто-то там вещи теплые несет, кто-то носки покупает, кто-то медицину покупает. И вот эта каждая помощь, она как бы комплектуется, формируется и отправляется на передовую нашу. На сегодняшний момент мы помогаем нашим мобилизованным ребятам и помогаем нашу подшипность 42-й, которой я служу. Можете приветы родственникам, родным, близким, может быть, увидят. Мы едем дальше, куда мы едем, Володь, в село Оборотовка, ближе к линии фронта. Ехая за тысячу вюрс, не каждый поедет, а учитывая то, что я, что он, мы одни братья. На сегодняшний момент многие гражданки этого не понимают, не понимают, что мы как будто кому-то должны, мы никому не должны. Мы рискуя жизнью, мы рискуя здоровьем, мы рискуя своим драгоценным временем, отпрашиваясь, убеждая, договариваясь для того, чтобы приехать в определенный район, привезти груз. Нам это стоит дорогого. Несмотря на те трудности, которые бы они там не были, мы доезжаем до пункта Б, передаем в руки, мы делаем фотоотчет для того, чтобы народ верил, что не то, что мы хорошие, а в то, что мы стараемся как-то помочь. Периодически любой клочок этой территории, которая уже вошла в состав Российской Федерации, находится в активной пасть боевых действий. То есть это могут быть прилеты, это может быть работа диверсионных групп, это может быть все, что угодно. И поэтому вот этот страх, тревога, непонимание и настороженность, это первое, что ты чувствуешь, когда ты пересекаешь эту незримую ленточку. Все криминное, все разрушенное, бомбардированное. Снимать практически нельзя, поэтому снимаю по минимуму. Сейчас едем на Луганск, вон Володя уже стартанул. Там нет такого места, где ты бы мог быть в безопасности, в полной, да? То есть вот здесь мы там можем себе сказать, что мы где-то находимся в полной безопасности, а такого нет. И поэтому ты все время на чеку. А вот это отель был, в который попал Хаймарс. Вот что с ним происходит со зданием, когда у него попадает Хаймарс. Вроде как вот жизнь нормальная, да? То есть уклад жизни нормальный. Работают магазины, ездят машины, гражданские машины, то есть чинятся дороги. То есть обычная жизнь наших городов. Но при этом, при всем, как бы, за счет вот той же техники военной, да, или за счет солдат, и за счет того, что ты слышишь где-то разрывы или там еще что-то, ты понимаешь, что идут бои и что это война. И то есть мирные люди, которые там находятся, гражданские, все уже адаптировались. Здесь вода, свет, тепло, а там ветер, сквозняки и холод. Ну, потому что это окупы, это бездорожье, это поля, сами степи. Ты слышишь стрелковый бой идет, ты слышишь разрыв снарядов, ты видишь вертолеты работают, ты видишь техника работает. А рядом села и деревни. И вот эти дети, да, в километре от линии фронта ездят на велосипедах там, или еще что-то происходит. И то есть ты не можешь это как бы у себя в голове уместить. То есть как вот это может быть, как может вот война стать нормой жизни, да, потому что это 8 лет, уже 9, да, происходит. Две параллельные реальности. Именно так Павел Русаков охарактеризовал ситуацию на Донбассе. Мы боремся именно с этим, это, наверное, самое главное, да, чтобы вот так не было, что люди не должны так жить, потому что, как бы, ну, это неправильно. Установка сейчас спокойная, раньше было как-то погромче. Сейчас спокойно, сами слышите, потому что рано... Немножко там где-то в отдалении. Рано утром в отдалении, да, в отдалении звучат бабаки, но это далеко. До нас-то у нас тихо спокойно. 23 апреля будет ровно полгода, как он находится за ленточкой. 23 октября они вошли в Луганскую область. И по факту оттуда не выезжали, не выходили. То есть только какие-то короткие передышки для получения гуманитарной помощи. С довольствием у нас нормально, то есть и гуманитарная помощь помогает, за что огромное спасибо людям. И снабжение сейчас тоже более-менее стало на уровне. Это достаточно сложный процесс и принятие самой ситуации. Но то, что есть возможность хоть какую-то веточку передать, письмецо, да, потому что не всегда есть возможность связи, не всегда есть возможность... Ты даже иногда его не знаешь, где они конкретно находятся. И Вова в этом отношении, конечно, он старается найти, выйти. Ведь и адрес на помощь тоже отвезти, это очень сложно. То, что я делаю, я делаю всегда чисто сердцем. 5-10 минут назад я разговаривала с супругом. И так вот получилось, что он вышел на связь, потому что на сегодняшний момент в сватовском направлении нет вообще никакой связи. Он вышел на связь и говорит, я уже все разобрал, я уже все сложил. Наверное, самая большая помощь, которую мы можем им оказать, и то, что им действительно нужно, они этого не говорят. Но это читается в их глазах. Это то, что тебе не все равно. Ты болеешь за эту историю душой, ты переживаешь за них, и ты приехал их морально поддержать. Всем передаю еднорщанам привет, все кто меня знает. Как только связь у нас в городе появится, обязательно созвонимся с родными, с близкими. Если что-то понадобится, обязательно попросим. На самом деле, Павел Александрович сделал для меня, наверное, самый большой подарок. Потому что не было связи очень давно. А уж видео, сами понимаете, когда ты видишь живого человека, что вот действительно жив и здоров. Что нигде не ранен, что не в госпитале. Потому что, к сожалению, сейчас уже начали поступать запросы от Джон по поиску мужей. То есть, ну, мы понимаем прекрасно, что мы не в бирюльки играем. И я думаю, что Вова, что Паша скажут, что, наверное, ребят, пора уже понимать, что война. Начинает появляться такое чувство внутреннее, что тебе хочется там остаться. И остаться тебе хочется, потому что вот ты начинаешь думать, как-то вот это чувство рождает такие мысли. Ты начинаешь думать, что вот я сейчас научусь. Они меня подучат, дадут оружие. Я сейчас напишу в Москву друзьям, родным. Мне все привезут, там, бандирование, которое мне нужно, да, для того, чтобы я мог выполнять боевые задачи. Я сейчас приду, и вот я окажусь той каплей решающей, да, в этой борьбе, которая сразу все изменит. Вот у тебя возникают такие чувства. И это настолько сильно непреодолимая история, потому что ты начинаешь ощущать себя частью большого, целого, такого вот слаженного организма, да, который, ну, как бы может преодолеть любую историю, победить в любой войне. Итак, мы покидаем территорию Луганской республики, вошедшую уже в состав Российской Федерации. Мы доставили наш гуманитарный груз всем, кому он был необходим, нашим мобилизованным, ребятам, друзьям. Со всеми пообщались, передали привет от родных и близких, услышали, что еще бы им хотелось, что им нужно. В целом все неплохо, обстановка нормальная, все восстанавливается потихонечку, все приводится в порядок. Да, есть сложные моменты, но мы со всем справимся, и победа будет за нами. Спасибо.